Вы меня прям очень сильно просили, и я подумал, а почему бы вы не поиграть в самый настоящий Тайкон, где мы с тобой создадим самые настоящие гоночные тачки? И мы с тобой сразу же приступаем к нашему крафту. Я думаю, что сейчас у нас тачка получится просто опупенная. Но пока что у нас нет никаких работников, и нам создавать её придётся самому. И сейчас мы, конечно же, это быстренько сделаем. Я, правда, пока что не до конца понимаю, что мне вообще нужно сделать. А, похоже, сейчас у нас просто идёт конвейер, по которому нам нужно ходить и самому вручную собирать нашу тачку. Ну, только что мы поставили настоящий двигатель, нифига себе. Окей, сейчас мы, конечно же, этим займёмся. Так, дальше мне нужно, по всей видимости, сделать сварку. Окей, я вас понял. И третий раз тоже делаем, и у нас появился корпус нашей тачки, нифига себе. Только мне кажется, чего-то здесь ещё не хватает. Эмм, стёкол? А, здесь, походу, нужно просто, как в игре в кальмара, сделать самую настоящую линию. И я, конечно же, смог это сделать с первого раза. А сейчас нам осталось поставить колёсики, и после этого мы будем уже продавать нашу тачку. О, колёсики мы, конечно же, быстренько расставляем. Только я пока что не понимаю, как они вообще ставятся. А, мне, походу, просто нужно к машине подходить, а они уже сами там автоматически расставляются. О, мы с тобой сделали первую тачку. И к нам сразу же бежит чувачок. По всей видимости, это просто настоящий покупатель. А, нет, он просто делает торги. И сейчас мы с тобой можем, наконец-то, нашу тачку впервые продать. И нам за неё предлагают всего лишь 6 тысяч долларов. Но я, конечно же, продал её немножко подороже, за 7 косарей. О, есть какие-то ещё бесплатные стойки. Их, конечно же, все быстренько покупаем, потому что они бесплатные. Самое главное, что мы с тобой на это не будем тратить денежки. А здесь, ну ладно, давай ещё эти штуки тоже купим. Но я так понимаю, что они нам нужны просто для декора. И мы с тобой, кажется, можем немножко прокачать нашу тачку. Но вместо этого я выбрал просто одного работника, чтобы хотя бы чуть-чуть мне было полегче. И, по всей видимости, мы с тобой, наконец-то, прошли обучение. Теперь мы должны просто взять и немножечко заполнить наш склад. Потому что наши элементы там закончились, и нам просто элементарно не из чего делать тачку. А сейчас мы сразу же приступаем к работе. Но так как у нас всего лишь один работник, все остальные дела мне, по всей видимости, нужно будет делать самому. Ладно, так уж и быть. Почему он не может сам бегать, я не понимаю. Так было бы, на самом деле, намного удобнее. Но мы с тобой решили ещё немножечко прокачать тачку. Чтобы денежек зарабатывал чуточку побольше. В этот раз нам стекло нужно вырезать в виде круга. Ладно, это как-то странно. Я даже не представляю, каким образом оно вообще встанет на машину. Но самое главное, что процесс сборки у нас уже почти что закончен. Осталось всего лишь поставить четыре последних колеса. И всё будет готово. И последнее. Фух. Теперь осталось всего лишь продать тачку. Но ты, конечно же, понимаешь, что без тебя я этого сделать не смогу. Мне нужна твоя помощь. Нужно, чтобы ты прямо сейчас поставил лайк на это видео. И если ты хочешь, чтобы я ещё обязательно поиграл в этот режим, напиши об этом внизу в комментариях под видео. А я погнал дальше создавать нашу тачилу. Только здесь нужно самому бегать. Самому заполнять инвентарь. Это как-то слишком долго. Я думаю, что мне нужно, конечно же, купить работников. Ну и мы обязательно это сделаем. Ну а я пока что продал очередную свою тачку. И смотри, сейчас у нас уже будут делаться новые машины. Это выглядит немножечко покруче. И я думаю, что продать мы её сможем капельку подороже. Давай, мы, конечно же, это проверим. Но пока что нам в первую очередь нужно просто заполнить склад. Потому что он у нас опять закончился. И мне опять нужно ходить. Опять нужно строить свою тачку. Так, смотри. А у меня ещё есть какое-то второе здание. По всей видимости, здесь я тоже могу создать какую-то тачилу. Давай посмотрим, что можно сделать здесь. И почему оно как-то в отдельности стоит. Я немного не понимаю. Походу здесь можно делать какие-то эксклюзивные тачки. Но у меня пока что никакой эксклюзивной машины, к сожалению, нету. Ну, быстренько доставляем до конца колёса. А пока что у меня продалась уже первая тачка. И давай посмотрим, за сколько мы можем её продать. За 11 тысяч я, конечно же, продам как можно дороже. А в чём вообще прикол? Почему некоторые тачки продаются дешевле, а некоторые дороже? Я чё-то пока что, на самом деле, этого немного не понимаю. Но думаю, что мы, конечно же, с этим разберёмся. Ещё продали следующую тачку за 10 с половиной тысяч баксов. Это, конечно, всё очень интересно. Но я уже думаю то, что мне пора обновить себе работников. Потому что один чувачок здесь явно не справляется. А у меня, наконец-то, накопились денежки на второго работника. И мы с тобой его сразу же покупаем. Теперь мне будет хотя бы капельку полегче. А ещё я подумал, а что если просто взять и вообще задонатить в эту игру робуксы? Так сказать, мы с тобой немножечко облегчим игру. Потому что денег у меня прям как-то слишком мало. А 500 тысяч денег стоит всего лишь 29 робуксов? Так это же вообще фигня. Я думаю, что, конечно же, покупаем. Как ты понимаешь, сейчас я буду тратить настоящие робуксы, настоящие свои деньги. Но тебя всего лишь попрошу, чтобы ты за это поставил лайк на это видео. А ведь если будет много лайков, то я буду донатить ещё больше робуксов. Да, я знаю, что ты, конечно же, этого хочешь. Ну и денежки залетают к нам на баланс. Теперь-то я думаю, что мы с тобой максимально прокачаемся. Купим абсолютно всех работников. И даже немного прокачаем наши тачки. Чтобы машину мы могли продавать немного подороже. Так, а что не покупается? Всё, вроде бы всё нормально. Давай сразу же купим несколько улучшений. И последнее, я думаю, покупаем. Потому что денег у меня больше уже не хватит. Можем ещё с тобой немножко усилить наш склад. И ты просто посмотри, сколько у меня работников. Теперь завод работает полностью автоматически без меня. А мы продаём следующую тачку за 11 тысяч. Только было бы прикольно, если бы можно было ещё сразу же автоматически делать одновременно несколько машин. Потому что пока работает один чувачок, все остальные просто стоят на месте и нифига не делают. А мне приходится платить им зарплату. Ну, конечно, зарплату я платил только, когда их купил. Но вы меня поняли. Это всё равно как-то нечестно. И смотри, здесь есть ещё какие-то ограниченные акции, которые стоят очень дорого. Столько робоксов у меня пока что на аккаунте нет. Но в следующий раз я их обязательно задоначу. А пока что могу продать тачку за 35 тысяч баксов. Нифига себе. Вот это я прокачался. Я думаю, что сейчас мы с тобой фармимся будем намного быстрее. Но мне также намного быстрее нужно заполнять мой склад. Потому что автоматически этого сделать нельзя, как я понял. А ещё я видел, что там на улице можно тоже купить какие-то штуки. Давай, конечно же, их быстренько приобретём, потому что лишними тоже не будут. 38 тысяч, продаём следующую тачку. Э, в смысле мошенничества? Меня что, заскавили? Такого поворота я не ожидал. Ну ладно, так уж и быть. Давай купим остальные все предметы. Или не все. Давай пока что купим траву. Всё-таки денежек немножко мне нужно оставить. А у меня уже готова следующая тачка. Я её сразу же, конечно же, продам. Но перед этим мне нужно не забывать пополнять склад. А ещё здесь в игре, оказывается, есть самые настоящие коды. Только я вот не знаю, где их взять. Если ты знаешь какие-нибудь коды в этой игре, напиши, пожалуйста, внизу в комментариях под видео. И в следующем видосике я их обязательно использую. Ну а у нас, кажется, подошли следующие машины, которые мы можем продать. Первую тачку продал за 40 косарей. Эту всего лишь за 32, а следующую за 38. И меня в этот раз хотя бы не заскамили. Теперь я понял, почему такие дорогие цены на некоторые машины. Потому что у меня есть шанс, что меня немного обманут. Мне, конечно, такого счастья нафиг не надо. А мы с тобой потихонечку ещё улучшаемся. И как ты мог заметить, я немного прокачал свой склад и прокачал парковочные места. Теперь у нас машина на парковке может храниться капельку побольше. Ну а у нас прошло немного времени, накопилось немного тачек, которые мы с тобой, конечно же, прямо сейчас обязательно продадим. За 47 тысяч первую. И я думаю, что это будет, конечно же, успешно. Да, меня не заскамили. Это, конечно же, хорошо. Следующую тачку продадим за 40 косарей. А, вроде предыдущая была как-то подороже. А, блин, забыл. Это же потому, что я её немного улучшил. Точняк. А это ещё продаю пока что старые тачки. Следующую продадим за 41 косарь. И ты просто посмотри, как сильно, как быстро увеличивается наш банк. Это мне, конечно же, очень сильно нравится. Потому что я думаю, что я в этой серии обязательно куплю второй конвейер, который стоит больше 1 миллиона. Но без тебя я не справлюсь. Следующую тачку продаём за 52 косаря. И в этот раз меня опять не обманули. Хотя шанс был очень высокий. Думаю, то, что с этим нужно действовать как-то немного поаккуратнее. Ну а мы с тобой можем ещё немного прокачать тачку. И, по всей видимости, это была последняя. Мы с тобой сейчас переходим на самые настоящие суперкары. И ты просто посмотри, кажется, наш автопарк вообще переполнен. И у нас стоят только одни гоночные тачки. Один раз меня, конечно, заскамили. Такого поворота я не ожидал. Но думаю, то, что после одного скама можно сразу же несколько раз доверять этим мошенникам. И они нас всё равно не обманут. Вот видишь, мы с тобой уже нафармили больше 300 тысяч баксов. И думаю, что сейчас можно ещё немножко поулушать наши конвейеры. Так, здесь, я так понимаю, я пока что ничего сделать не могу. Ладно, с этим мы ещё обязательно разберёмся. А ещё можно сделать настоящую доску объявлений. Нифига себе она какая огромная. И здесь где-то ещё был автосалон. Я так понимаю, то, что это, наверное, здесь... Нет, двери все закрыты. Обошёл с другой стороны, но здесь, походу, тоже всё закрыто. А где автосалон-то близкий, блин? Фух! Я бежал до него просто через весь город! Почему он находится так далеко? И почему у меня нет никакой машины? Я не понимаю. Так, эм... Такую тачку я пока что покупать не хочу. А электрические тачки стоят минимум 50 миллионов баксов. Есть вообще за 650! Вы чё гоните? Где мне столько денег взять? Можно купить Хаммер какой-нибудь за 14 миллионов. А могу взять такую тачку за 250 тысяч. Стоп. Эм... Собственник? Она чё, у меня уже есть? Я не понял прикола. Могу, конечно, взять такую гоночную за 34 миллиона. Но таких денег у меня тоже пока что нету. Я думаю, что ты, конечно же, это понимаешь. Кажется, такие машины мне пока что не по карману. Но только подожди. У меня было написано, что одна машина у меня уже есть. А где мне её взять? Она, по всей видимости, должна стоять у меня на парковке. Ааа, так вот. Мне можно было пешком через весь город не бежать. А зачем я тогда это делал? Во, дурак. Ладно, давай сейчас тогда все тачки быстренько продадим. 62 тысячи быстренько нафармили. Ещё плюс 62 косыря. И ещё плюс 66. А нет, не получилось. Меня всё-таки заскамили. Ладно, так уж и быть. Тогда следующие тачки быстренько продаём. И давай немножечко покатаемся на своей какой-то нубасовской машине. У меня есть целая фабрика, где я изготавливаю настоящие спорткары. Почему я не могу хотя бы одну тачку оставить себе? Я не знаю. Приходится кататься на каком-то драндулете. Но ничего, скоро-то мы столько денег заработаем. То, что мне хватит на абсолютно любую машину. Но это, возможно, будет как-нибудь в следующих сериях. Поэтому, если не хочешь их пропустить, обязательно смотри видосик дальше. И не забудь, конечно же, подписаться на канал. Ну а следующий конвейер стоит 1 миллион 125 тысяч. Как ты понимаешь, у меня чуточку не хватает. И к нам пришёл очередной продавец. Так-так-так, давай посмотрим, сколько стоит ваша тачка. Проводим торги. Вашу машину оценили 65 тысяч баксов. О, нифига себе. Спасибо вам огромное, что продали мою тачку. Давай посмотрим. Уже сказал 65. Почему заплатили всего лишь 61? Походу, нужно было ещё ему комиссию заплатить. Окей, чувак, мы тебя поняли. Ну а я всё так же не забываю пополнять свой склад. Если что, я его уже прокачал почти что до конца. Ну а у нас, кажется, ещё накопилось немного тачек. Как ты видишь, у меня полностью вся парковка забита этими тачками. Которые я сейчас, конечно же, продаю. Которые меня в очередной раз заскамили. Да вы достали? Зачем меня обманывают? Зачем вообще ввели такую штуку, что здесь могут обманывать продавцы? Покупатели, точнее. Прикола я не понимаю. Ну ладно. Зато с помощью этой функции мы зарабатываем немного побольше денежек. Время идёт, тачки продаются, и у меня такими темпами уже больше 900 тысяч баксов. Если меня сейчас не заскамят, и мы с тобой получаем 948 тысяч. Осталось ещё совсем чуть-чуть, и новый конвейер уже будет на нашей фабрике. Давай-ка быстренько продадим ещё одну тачку за 66 тысяч. Да меня опять заскамили. Ааа. Да, блин. Достали. А ещё я увидел то, что здесь есть какие-то гонки, и у нас гонка начнётся через одну секунду. Давай, конечно же, проверим, что это за гонка за такая. Потому что сколько я уже играю в этот режим, такое я увижу в первый раз. Окей, давай тогда немного погоняемся. Три, два, один. Гонка начинается. Главное только, чтобы я приехал, конечно же, первым. Потому что мне кажется, тогда мне за это дадут очень много денег. Воу, а здесь что, срезать можно? Я такого не знал. Окей, чувак, я тебя понял. Тогда будем делать то же самое. Главное только в стенки не врезаться. Потому что мне кажется, если я врежусь, я потеряю очень много времени. Так, аккуратненько, вроде бы уже немного вырываемся вперёд. И это, конечно же, хорошо. Ой, блин, зачем я так срезал-то? Ёк-макрёк. Этот чувак меня сразу же обогнал из-за этого. Ладно, ладно, сейчас я тебя догоню. Только есть, конечно, небольшая проблема, то что мы гоняемся на одинаковых тачках, и у нас абсолютно одинаковые шансы. Но я ещё и в камень врезался. Да ёлки-палки. Ну и, короче, это, обогнать чувака у меня всё-таки не получилось. Я приехал второй, и получил всё равно 50 тысяч баксов. Вы серьёзно? Так здесь что, прям дают столько много денег? Почему я сразу в таких гонках не участвовал? Я не знаю. Но зато, пока я гонялся с этим чуваком, у меня накопилось ещё три новых тачки, которые я сейчас быстренько продам. И, как ты понимаешь, сейчас у меня уже хватит наконец-то на второй конвейер, который я, конечно же, уже бегу покупать. Сейчас только дождусь, пока тачка эта продаста. Чувак, можно там как-нибудь поторопиться, нет? О, наконец-то, так бы сразу продали за 53 тысячи. Лишними, конечно, не будет. И у меня уже почти что 1 миллион 300 баксов на счету. Но большую часть этих денег я прямо сейчас потрачу на новенький конвейер. Надеюсь, что тачки здесь будут намного имбовее. И мы, конечно же, сейчас начнём их изготавливать. Только перед этим я хотел свой первый конвейер заполнить, потому что он тоже у меня немножечко встал. Такого допускать мне, конечно же, нельзя, потому что денежки я перестаю из-за этого зарабатывать, а это очень плохо. Как ты понимаешь, в этом режиме денег нужно прям очень-очень много. Ну и пока что на этом конвейере, к сожалению, нету работников, поэтому всё придётся опять делать самому. Если вообще у меня хотя бы есть первая тачка. Да, есть! Апупена! То есть я прямо сейчас могу её, конечно же, изготавливать. Давай вот эти три штуки быстренько купим, потому что они мне мешаются. Я так боюсь на них встать. А если я просто их куплю, тогда всё будет, конечно же, нормально. Сейчас мы ещё, конечно же, быстренько заполним наш склад и пойдём уже изготавливать нашу тачку. Быстренько добавим основание, и моя машина поехала создаваться. Давай посмотрим, какого же она будет цвета. И я думаю, что в скором времени я обязательно найму работников, и тогда второй конвейер у меня также будет работать автоматически. 300 тысяч нужно для работника. Вы чё, кокнулись? Я пока что, пожалуй, лучше сам поработаю. Быстренько сделаем корпус, потому что сварка у нас уже закончилась. Новенькая белая тачка. Выглядит апупенно. Давай теперь ей быстренько вырежем стёклышки. И, конечно же, не забудем поставить колёса, потому что на такую гоночную тачку колёса должны быть просто апупенные. Ну и мы, конечно же, сразу же их быстренько поставили. И пока продаётся эта тачка, я продам ещё свои несколько, которые у меня накопились уже на парковке. И сейчас мы с тобой узнаем, сколько же она будет стоить. А пока что в это время зайду ещё раз в гоночке, потому что там я хочу ещё на халяву получить денег. И в этой гонке я еду просто самый первый. Причём здесь огромный отрыв. А нас в этой гонке участвуют целых три чувака. Остаётся ещё совсем чуть-чуть. Я уже почти что подъезжаю к финишу. Ну а ты мне, конечно же, тоже можешь помочь в этой гонке. Осталось всего лишь поставить лайк на это видео, подписаться на канал и посмотреть предыдущий видосик. Нажимай на него как можно скорее, потому что прямо сейчас он здесь уже появился. А я выезжаю на финишную прямую. И прямо сейчас я выиграю эту гонку. Ты видел, какой здесь гигантский разрыв. Далее ещё и какие-то алмазики. Неплохо. Ну а ты не забывай посмотреть предыдущее видео.